я точно знаю что вы смотрели на мир его глазами может быть вы и не знали об этом потому что все самые главные кадры последних двух недель из хабаровска были сделаны именно им самые популярные репортажи не все могут выходить каждый день но как минимум в субботу мы даем стране угля это очень радует а вот неделю назад прислали такого дегтярева да и пошел он он же сказал что мы можем его послать он может нас послать но мы и шлем то в космос то мы его в космос посылаем то в баню а вот так выглядит самая знаменитая в хабаровске графики а фургал выйдет нет пока ответа но люди верят что выйдет мы не муж и жена мы не брат и сестра но конечно родные люди популярный видеоблогер алексей романов привет здрасте здрасте алексей меня за это здрасте терзают в комментариях но еще здравствуйте алексей ты последние несколько недель в хабаровске ты сейчас когда в хабаровске наступает ночь после бурных выходных на дальнем востоке ты только что пришел с очередных митингов с очередных встреч что сейчас происходит в хабаровске в ночь с воскресенья на понедельник что было в эти выходные ну давайте с ночи начнем прямо сейчас уже после того как я ушел с площади ленина это та площадь где основные протесты куда люди выходят на митинг к зданию краевого правительства там сейчас уже я готовясь к пиру не успел еще эти информации да ее и нет в полном объеме там происходит но что-то уже крайне неприятно там какая-то стычка по моему с кровопролитием обстановка накаляется давайте скажем честно и прямо вчерашний огромный огромный митинг который проходил в субботу показал что надежда власти на то что как-то само собой рассосется не сбылась тактика игнорировать эти протесты не сработал в общем проблема у власти они не могут разогнать и как показал хабаровск который уже третью неделю выходит на протеста они не дождутся когда это кончится само собой может быть сейчас они предпринимают что-то новое и с этим связано то есть то есть тревожно сегодня и вот в ночь по настоящему тревожно по твоим оценкам сколько людей вышло вчера мы знаем цифру официальная мвд говорит 6 половиной тысяч человек и мы знаем неофициальные от 40 тысяч о чем говорит навальный до 75 тысяч о чем говорят местные наблюдатели что видел ты ну поправочка по моему 6 половиной тысяч это не от мвд милиция полиция побывав не так давно беларуси но в чувство говорить милиция вновь полиция настолько самоустранилась что она уже кажется не выдает даже оценок того сколько людей выходило они не препятствуют они не защищают они не разруливают потоки транспортные человеческие когда это все происходит и они даже не считают сколько людей выходит вот эти 6 половиной тысяч это оценка мэрии хабаровска который возглавляет единственный крупный чиновник сохранившийся в хабаровском крае в хабаровске всяком случае который открыто подтверждает свою принадлежность единой россии мэр города хабаровск последний из мадикан каждый день митингов теперь подходят и требуют ну чтобы как минимум как минимум вышел кравчук выходи подразумевая из здания можно выйти из должности можно выйти но это такое уже со стороны мэрии по отношению к протестующим можно сказать лично поэтому цифра шесть половиной тысяч про нее однозначно цифры которые называются большие 30 40 50 70 100 тысяч говорят это уже оценки сделанные людьми ну вот может быть без каких-то особых навыков я могу точно сказать цифру в 30-35 тысяч человек это те кто вышел 11 числа на первый большой митинг подтвердили кажется все вот с ней кажется никто не спорит и никто не спорит я тоже как очевидец подтверждаю что в эту субботу людей было ощутимо больше хабаровск за две недели бесконечных протестов которые проходят на жаре которые не дают ведь у нас пока нет никаких позитивных результатов которые не дают результатов не только не сбавили обороты они стали более мазковыми это можно гарантировать за это можно ручаться за это можно давать руку на отсече а лишь а люди устали до люди устали люди устали но пока это проявляется не в том что уходят а а как то они стали ну сердите говоря мягко жестче зле говорят очистки а как ты думаешь насколько это заразно то что происходит в хабаровске это и есть наша главная сила в том что то что мы сейчас сделаем абсолютно заразно после ну ладно первая суббота первый большой субботний митинг он был внезапный для всех разумеется его никто не мог поддержать то что происходило во вторую субботу это уже был биробиджан это был волги восток а Солнышко село, покатилось туда, на запад страны, и поехали. Южно-Сахалинск, Владивосток, Якутск, Чита, Сыктыкар, Анапа, Краснодар, Москва, Омск. Это вот все... Иркутск, если не называлось. Новосибирск. Это те города, которые я... Новосибирск, которые я только успел в ленте увидеть, и где люди выходили кормить голубей. Ну как кормить голубей? Вот с такими плакатами. Хабаровск, мы с тобой. Где полиция, там круги нарезала, где-то кого-то винтили. Это ж надо было набрать 80 человек по стране, которых задержали. Это удивительно, заразно. Люди выходят на эти митинги, дышат воздухом свободы, меняются в лицах. У них меняется осанка. И это видно даже на кадрах Ютуба, в стримах каких-то в Фейсбуке. Это абсолютно заразная история. Почитайте комментарии под роликами с наших протестов. Люди там пишут через одного про ком в горле. Боже, мы не видели свободы 25 лет, наверное, уже. И вот она, вот она. Конечно, это заразно. Потому я и говорю, что у власти уже просто не осталось времени ждать, когда Хабаровск сам собой успокоится. Когда он успокоится, поздно будет. Вся страна станет такой, как сегодня Хабаровск. Поэтому они будут спешить. Честно говоря, я не понимаю, почему много-много Хабаровск не выходят вот на эти вечерние шествия. В них нет такого вот напряжения, как это в больших субботних походах. Здесь весело, здесь живо, здесь воздух свободы. Черт его знает, может быть, скоро закончится. Надо успеть надышаться. Я думаю, если Хабаровск доходит, то в следующую субботу будет вот столь же масштабный митинг, столь же масштабное кормление голубей, то, наверное, где-нибудь в понедельник, вот предстоящая, через неделю мы узнаем какие-нибудь позитивные новости. Про то, что Фургалов, например, выпустит домашний арест или как минимум перевозит его в Хабаровск или еще что-нибудь в этом роде. Они не могут позволить себе еще больше добиваться того, чтобы Хабаровск расшатывал вот эти устои во всей стране. Человек-анекдот, Михаил Дегтярев. Вот он сегодня, в конце концов, вышел к людям в Совгавани, в Советской Гавани. Его вытащили к людям. Там очень интересная история. Расскажи. Коварищ Дегтярев, ну, это исполняющие обязанности, нынешне временно исполняющие обязанности губернатора Хабаровского края. Человек, который любит баню, уходит туда с Жириновским. Человек, который отметился массой каких-то чудовищных по своей глупости предложений. Причем делал он эти глупейшие предложения, находясь в статусе депутата Государственной Думы. Ну, в общем, персонаж еще тот. Человек прилетел и в первую очередь заявил здесь, это было в минувший вторник, заявил, что, слушайте, вот тут какие-то у меня под окнами кричат, я назначен президентом, и вот эти вот, я с ними говорить не собираю. Ну, люди пожали плеча, они продолжили выходить на эти ежевечерние митинги, а затем вышли вот так грандиозно в эту субботу. Человек, на всякий случай, от греха подальше, на субботу объявил, что он улетит, значит, из мятежного Хабаровска в более спокойное место, в Охотске. Но выяснилось, что в Охотске тоже вовсю призывают кормить голубей, и в последний момент планы поменялись, и человек на машине уехал в Ванино, там голубей вроде бы не кормили. Ну и вот когда он, отсидевшись там в Ванино, в спокойном Ванино, в спокойной советской гавани, на утро воскресенья возвращался в Хабаровск, его кортеж буквально тормознули на дороге, а дорога там суровая, тайга, горы вокруг, населенных пунктов нет, и человеку таки пришлось выйти с народом, пообщаться в тайге, на дороге. В общем, человек-анекдот сегодня стал частью вот еще одного анекдота, Хабаровск очень веселится, пересказывает друг другу эту чудесную историю. Более того, видимо, тайга и дорога в тайге произвела на человека столь большое впечатление, что он даже прямым текстом заявил, что поддерживает требования Кабаровчан в отношении губернатора Пургала. Ну, как прямым текстом, учитывая то, насколько человек с трудом справляется с речью, ну да, наверное, можно это так расшифровать. Во всяком случае, когда это написано на бумаге, ну, вроде да, вроде да. Он вынужден был поддержать даже требования к Кабаровчану. Поймали в тайге, посреди тайги вытащили из машины, вот и чуть. Он вышел сам, но я думаю, это была такая не очень уютная для него, Осипа. Его здесь обвиняют в трусости, в прямом виде. Он боится, дескать, выйти к людям и поговорить с ними. Ну, вот теперь есть какие-то дополнительные штрихи к этой картине. Ты говорил с людьми об отношении к человеку-анекдоту. Скажи, ну, есть вот кто-нибудь, какая-нибудь добрая бабушка, которая сказала бы, ну, соколик такой, жалко его, симпатичный. Ну, хоть есть у вас хоть какое-нибудь чувство жалости? Вы звери, господа. Конечно, конечно, есть чувство жалости. Примерно так люди говорят. Ну, дорогой, ну тебя же под танки-то кинули, нам бразору уже бросили. А ты бы поберегся, езжал бы ты соколик в Москву. Это максимум сочувствия, которое можно услышать. Нет особой ненависти к этому человеку, нет злости по отношению к нему, им пока не откуда взяться. Люди прекрасно понимают, что вот оскорбление, а это было воспринято именно как оскорбление, когда в минувший понедельник действующего губернатора отрешили о должности, а вот такого исполняющего обязанности назначили, это было воспринято исключительно всеми как оскорбление. Но люди понимают, что не Дегтярев нанес это оскорбление хабаровчанам. Его нанесла федеральная власть. Это оскорбление нанесено хабаровчанам лично, персонально Владимиром Путином. На этот счет сомнений никаких. У нас очень интересная история о трансформации настроений произошла за эти две недели. Когда люди 11 числа вышли первый раз на такой большой митинг, лозунги были всевозможные. Ну, прорвало, вот прорвало, вот психанули, вышли, все, что наболело, все тогда сказали. Тогда были лозунги «За фургала», «Против Путина», «За Дальневосточную Республику». Да, в общем, все, вот все, что наболело по экономике, по политике, по любой теме, какую ни возьми, у нас все проблемы, и об этих проблемах люди говорили. А потом, вот первую неделю власть, а может и люди сами где-то побаиваясь, «Боже мой, чего мы тут натворили-то, да?», начали пытаться скорректировать вот эту повестку митинга. Пытались сделать так, что, ребята, ну зачем мы замахиваемся на какие-то московские вещи? Зачем мы замахиваемся на какую-то федеральную политику? Ну чего вот мы про Путина? Ну не сменят же Хабара от Путина. Давайте будем говорить вот только о фургале. И отчасти эту историю к второму большому митингу удалось реализовать. И сразу стало заметно, как неинтересна эта история стала для регионов, как неинтересна эта история стала для немногочисленных московских федеральных журналистов, которые сюда приехали, как они начали уезжать. Ну потому что, наверное, если Хабаровск выходит и бунтует по поводу вещей, которые касаются всех в стране, это одна история. Когда он выходит и добивается чего-то там, что касается исключительно одного Хабаровского края, ну это уже не так многим интересно, мягко говоря. И, наверное, и, наверное, вот после второго субботнего митинга протестная активность пошла бы в Хабаровске на спад. Если бы эти ребята не умудрились еще раз всех взбодрить, прислав ни больше ни меньше, как вот этого генерал-губернатора, идиот-губернатора, ну по-разному его называют, банчик-губернатора, прислав этого клоуна, как в большинстве случаев его здесь сейчас называют. И все. И люди поняли, что ими считаться не хотят, люди поняли, что их нарочито оскорбили, и люди поняли, что дело не в нашем таком-то маленьком краевом событии. Ну, губернаторы арестовали. Дело федеральной власти, дело в том, как устроена сегодня страна. Менять надо систему. Это стало понятно вечером в понедельник, когда пришла эта новость о назначении вот товарища Дегтярева. И сегодня, все, сегодня большая часть лозунгов и большинство людей, которые об этом высказываются, они совершенно четко, осмысленно понимают, что нет, мы не сможем решить свою проблему, мы не сможем вернуть губернатора, которого реально за два года полюбили, и не сможем решить другие проблемы, которые называли, пока у нас прежняя система в стране. Леша. Говора революции, конечно, пока не звучит, но если в каких-нибудь частных разговорах я его произношу, уже никто не пугается. Алексей, вот ты местный человек, укорененный, родился в Сковородино, всю жизнь работал журналистом на Дальнем Востоке и занимался новостями, и как ведущий, и как руководитель информационной программы. То есть ты знаешь про край, в общем, все, и ты его чувствуешь. Скажи мне, пожалуйста, что такого особенного в Хабаровском крае? Почему Хабаровск? Что смешного я спросила? Я не знаю. Ну, честно говоря, вот о том, что именно сейчас нечто подобное могло случиться в Хабаровском крае, наверное, следовало бы подумать и нам, и этим ребятам, которые принимали решение вот так арестовывать губернатора, потому что, если честно, то Хабаровск-то первый раз, ну, слетел с катушек два года назад, когда были осенние выборы, и здесь предстояло переизбрать, значит, губернатора шпорта от Единой России, и Хабаровск почему-то вдруг уперся, внезапно. Почему? Не сговариваясь. Как сейчас никто не сговаривается выходить на эти грандиозные митинги, так и тогда, не сговариваясь, люди уперлись, сказали, нет, мы его не хотим. Я добивался тогда у друзей, у знакомых, я в социальных сетях спрашивал, ребята, а что случилось? Вот, ну, ладно, я там не люблю шпорта, шпорт не любит меня, мы так заочно знакомы были в те времена, пока я не уехал из Хабаровска. Но вы-то как-то жили, ладили, он что-то такое натворил конкретное, вот прям где-то переступил, что его все возненавидели. Но нет, по совокупности заслуг, что-то такое произошло тогда. Может быть, это связано с тем, что Дальний Восток, вот эту экономическую депрессию, которая свалилась на нас после, ну, сперва после кризиса 9-го, 10-го года, а потом мы это очень резко почувствовали, вот этот экономический удар, связанный с войной в Украине. Может быть, экономика сказалась, может быть, ну, не знаю, не знаю. Тогда произошло что-то удивительное. А сейчас уже, в общем-то, если бы ребята в Кремле не были столь самонадеянными, они бы, наверное, могли предположить подобное, что вот так отреагирует Хабаровска. Который уже однажды отказал Кремлю, причем, несмотря на все его усилия, домогательства и прочий, да, хоростмен. И попытается отказать вон. Алексей, когда кремлевские говнометы начали искать врагов иностранных агентов в Хабаровске, они сразу нашли тебя. Ты первый, второй, третий и десятый агент в одном лице, потому что ты не живешь в Хабаровске. Ты не живешь в России, ты живешь в Грузии, где мы с тобой познакомились, уже четыре года как. И поэтому ты, конечно, засланный казачок и иностранный агент. Поэтому, давай, отвечай. По заданию какой разведки ты оказался в Хабаровске? Свету, потому что эти ребята, которые делали эти ролики для Рена сперва был, а потом, прямо так это знатно по мне прошлись говнометы. Федеральный Комол, Россия-24, Россия-1, они настолько халтурщики, что дальше не удосужились перепроверить, точно ли у меня там все написано в моем Фейсбуке. А я у себя в профиле как-то сидел, думаю, ну что я вот туда-сюда езжу, у меня местное жительство меняет, что я его буду каждый раз переписывать. Я туда написал, живу в Москве. И вот так они сейчас открывают мой профиль в Фейсбуке и пишут. Московский блогер. Бог мой. Я за четыре последних года в Москве был, по-моему, три раза. Но я Московский блогер. Мы уехали из Хабаровского края четыре года назад. Это был конфликт заочный, но, по всей видимости, как раз с губернатором Шпортом. Достаточно недвусмысленно было сказано, что мы должны ехать, иначе какие-нибудь неприятности наподобие уголовного дела нам уже, что называется, корячатся. Мы не стали дожидаться этой ситуации, сели, уехали. Я здесь занимался последние годы. У меня был строительный проект на телевидении, там стройки дома, реклама, что такое. Вот были у меня два недостроенных дома, которые мы продали. Эти деньги, собственно, первое время проедали, находясь в Грузии, пока не появились какие-то журналистские заработки. В прошлом году весной мы из Грузии уехали, потому что решили, что так слишком там для нас комфортно. Мы решили попробовать пожить в России. Благо, благодаря хабаровчанам, Шпорт уже перестал быть губернатором, перестал быть властью. Затем вот на эту зиму решили отправиться чуть-чуть пожить в Армении. Я ведь не только грузинский резидент, как меня здесь отрекомендовали, я, видимо, еще армянский резидент, поскольку я очень активно снимал армянскую революцию в свое время. В Армении получилось так, что меня сейчас знают и любят, и мы решили, ну, давайте поживем в Армении. Так что мои сейчас там, Ереване, а я здесь и даже не знаю, когда смогу туда вернуться, потому что из Армении через Беларусь, через Минск в Россию выскочить можно было в дни коронавируса, а обратно-то никак. То есть Беларусь в революции, Беларусь в революции, это и твое тоже? Ну, побывал, да. На вот том первой, не так никогда вот сейчас, после того, как они отказали, уже окончательно отказали всем, кроме Тихановской, кандидатам в регистрации, и были митинги, и было битье, и был весь этот ужас. Первая такая острая ситуация, она была 18 июня, когда арестовали Виктора Бабарик. Ну, вот тогда оказалось, что я как раз вот выбирался из Армении в Россию, через Минск, мне удалось в этот исторический момент поприсутствовать. ты опытный информационщик, опытный журналист, ты руководил информационным вещанием телевизионной компании, и ты прекрасно знаешь, как это устроено все, как это делается. И глядя на картинку официальную из Хабаровска, которой практически нет, я понимаю, что российское телевидение как таковое, официальное телевидение, и белорусское телевидение с Лукой, это, конечно, близнецы, братья, ничего не происходит, но я так понимаю, что в Хабаровске телевизор вообще перестал работать? Вот в Минске, в Беларуси телевизор работать перестал, люди перестали этому верить. А на Дальнем Востоке как? Ну да, вот то самое слово. Потому как настолько очевидна ложь, а умолчание в этом случае это тоже ложь, настолько очевидна ложь, она, ну, впервые представлена в Хабаровске. Когда нам федеральные каналы врут о каких-нибудь событиях в Москве или в Украине или в какой-нибудь тире, нам трудно отсюда быть до конца уверен. То есть, если у тебя нет готовности вот как-то заставить себя что-то проверить, поработать, то тебе проще согласиться с тем, что тебе говорят федеральные каналы под предлогом того, что ну я же не видел. И большинство людей, которым некогда, у которых нет желания, у которых нет навыка разбираться во всей этой информационной истории, они вот такому информационному конформизму в общем-то склонны. Ну, не дураки же работают, вот, показали, рассказали, ну, может, что-то приврали, дай бог с ним. В конце концов, от нас далеко и нас не очень касается. Или даже если касается, но далеко мы не видели своими глазами. А здесь вот он. Мы не просто видели это своими глазами, мы в этом участвовали. Мы ножками это все исходили. Мы приходим полуживые с этого митинга, мы включаем телеящик, а там звенящая тишина. Алексей, я много раз была в ваших краях, и в Хабаровске, и восточнее, и чуть западнее. И я давно обратила внимание, что вот в восточнее Новосибирска или восточнее Барнаула люди говорят, уезжая в отпуск, пожалуй, поедем в отпуск в Россию. Возьмем билеты в Россию, поедем к бабушке в Россию. Почему? Ну, сепаратизм разжигаем, правильно, да? Почему? Ну, очень просто, очень понятно. Железнодорожный состав, пассажирский, из Хабаровска, в Москву, даже сейчас, когда РЖД немножко ускорилось, идет порядка шести дней, пяти с половиной. А раньше это была неделя с лишним. Самолет, может быть, в дальние-дальние советские времена стоил не очень дорого, но билеты добыть была целая история, а вот в недавние времена, уже российские, он стал стоить просто огромный день. На Дальнем Востоке, в Хабаровске, во Владивостоке, а уж особенно на северах дальневосточных, где огромные ресурсы и деньги надо потратить, чтобы хотя бы до Хабаровска добраться, уже оттуда, например, в Москву, выросло уже, ну, второе поколение молодых людей, которые, например, там тоже до 20 лет и ни разу не были нигде западнее Урала, так чего там западнее Байкала. Люди, которые ни разу не видели Москву, это, не знаю, никто, наверное, а может, кто-то и проводил социологические исследования, но это никого здесь не удивляет. Ну да, мы настолько от нее далеки, буквально, что это естественно, и приходится жить своим умом. Мы привыкли здесь жить своим умом отдельно, самостоятельно, хотя бы потому, что у нас разница, разница с Москвой семь часов. Для того, чтобы просто с ними поговорить, те должны выгадывать время утром, мы выгадывать время вечером. Кстати, обратите внимание, как легко я соскочил в нож на это мы. Я думал, за четыре года отвык, но нет, за две недели опять все вернулось. Хабаровск это мы. Алексей, пока мы с тобой разговаривали, пришла новость, которую ты еще не знаешь, Дегтярев все-таки вышел к протестующим жителям Хабаровска, а после встречи произошла драка. Это, кстати говоря, заголовок. Гениально. Итак, Михаил, который долго время отказывался общаться с протестующими против его назначения, все-таки вышел к участникам митинга в центре Хабаровска. Это было совсем поздно вечером, в воскресенье, когда до площади осталось уже не так много людей. Встреча Дегтярева транслировалась в прямом эфире его инстаграма. А стримы также проводили местные блогеры. В Рио отвечал на вопросы граждан около получаса. Среди прочего, он предложил создать народный совет, но он сделал это еще днем в Советской Гавани, для совместного обсуждения решения проблем края. То есть, повторюшка, извините. Также Дегтярев пообещал продолжить общение с гражданами и даже пригласить для этого в край лидера группы Ленинград. Нынешнего генерального продюсера Артевия, члена партии Роста, чтобы она была здорова. По окончании встречи собравшиеся аплодировали ему. Хотя мне кажется, что шнуру укашла. Аплодировали. После встречи на крыльце вышел Миша на крыльцо. После встречи на крыльце администрации произошла драка между одним из протестующих по имени Валентин и человеком, которого он назвал провокатором. Участников драки задержала полиция. Местные жители считают, что на встрече Дегтярева было много подставных лиц, сотрудников ФСО и Центра Э, которые и задавали вопросы губернатору вместо журналистов. Ты немного потерял, что я тебе увела, тебе бы не дали. Ну, это спорный вопрос, дали бы мне или нет поговорить. Но ты, как обычно, никого не спрашиваешь. Тут мистинги настолько давно идут, что уже какие-то правила, традиции сложились, и чужих сразу видно. И рот бы мы могли попробовать заткнуть, окажись нас там побольше. Не случайно человек вышел поздно. Одна из традиций незыблемых в 10 часов заканчиваем, не шумим. Все, выключаем мегафон и начинаем расходиться. Может быть, еще полчаса люди толкутся, в половину 11-го нет уже ни души. А мы с 11-го начали как раз. В половину 11-го. Смотрите, ну вот история с Дегтяревым, который все-таки вышел на это крылечко. Вот перед тем, как оттуда уйти, за несколько минут до его появления, я беседовал там с людьми и говорил, смотрите, у власти кончается терпение, они не могут. Кабаровск почти дожал, если мы еще чуть-чуть продержимся, они пойдут на уступки, ну вот со следующего понедельника. Ребята, они пошли уже сейчас. Он неделю назад говорил, да игнорю я вас и буду игнорить, а теперь он уже выходит. Если мы доходим эту неделю, если мы, несмотря ни на какие предложения клоуна губернатора и его губернатора, сможем все-таки достоять, доходить и в субботу массово выйти, они пойдут на очень серьезные уступки. Ребята, мы их дожали, мы их дожали еще чуть-чуть и победа будет за нами. Вот доказательство того, что это уже началось. Слушай, а что, а прям вот так вот видно людей с ФСО и Центра Э? Вот прямо ты видишь, да? Слушай, ну вот они, тихари, наши родные, любимые, ну не скроешь свою профессиональную принадлежность. Знаем их и в лицо, и в фигуру. Вот они стоят. Как и не скроешь, как и не скроешь профессию, как и не скроешь профессию, даже если ты уехал в Грузию или в Армению, все равно ты остался дальневосточным информационщиком, журналистом. Алексей Романов, Хабаровск. Хабаровск, который живет своим умом. Спасибо. Спасибо.